Военное командование США заявляет, что операция против группировки исламской государства в Ираке и Сирии продлится достаточно долго и в ней в случае необходимости примут участие американские сухопутные войска. Об этом во вторник в Сенате Конгресса США говорили глава Пентагона Чак Хейгел и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Мартин Демпси. Хейгел в частности отметил, что уже более 30 стран предложили США военное содействие. Генерал Демпси подчеркнул, я полагаю, что создание коалиции правильный путь и таким образом мы справимся с проблемой. Но если эти усилия не увенчаются успехом и в случае угрозы Соединенным Штатам, я обращусь к президенту с рекомендацией, которая возможно будет предусматривать использование сухопутных войск. Чак Хейгел заявил, что широкая международная коалиция послужит ключом к успеху стратегии по противодействию экстремистам в Ираке и Сирии. Эта операция не будет легкой и краткосрочной. Нам предстоит решить сложную задачу. Мы воюем как с исламским государством, так и с Аль-Каидой. Но для уничтожения исламского государства потребуются не только военные усилия. Нужны политический прогресс в регионе и эффективные партнеры в Ираке и Сирии. Между тем, в Дамаске на переговорах со спецпосланником иракского премьер-министра, главой Совета по национальной безопасности Ираков Алихом Аль-Фаядом, президент Сирии Башар Асад заявил о важности тесного партнерства и координации в борьбе с терроризмом между Сирией и Ираком. Ирак Сирии Башар Алихом Аль-Фаядом,